Итак, у нас включена запись. Всем еще раз добрый вечер. Тема сегодняшнего нашего вебинара — это детская гиперактивность. И должна вам сказать, что сейчас этот диагноз ставят практически каждому третьему ребенку. И даже не побоюсь это сказать на камеру, на запись, что я лично считаю, что это не диагноз, а скорее тот вариант, когда нужно по-другому работать с ребенком, по-другому воспитывать ребенка, по-другому обучать ребенка. Эти дети в своей основной массе очень талантливы. И если их правильно раскрыть, а масла нам в этом очень большие помощники, то можно вырастить просто новое суперпоколение. Но почему же все-таки ученые, врачи имеют право называть это диагнозом? Дело в том, что были проведены исследования, и мозг такого ребенка в среднем на 3-4% меньше, чем среднестатистический размер мозга у любого другого ребенка этого возраста. И чем меньше вот этот процент, чем меньше размера мозга, тем он более девятен в поведении. Такую закономерность в свое время установили ученые, и дальше она все больше и больше подтверждалась и подтверждается практическим путем. Это не ужасно, немного в причинах этого мы разберемся, и это вот такая вещь, которая все-таки все равно подлежит коррекции в наше время и с тем, что мы имеем в руках. Очень важно помочь им социально адаптироваться, раскрыть свой талант и обучить самодисциплине. Это очень красиво звучит, но это очень сложно делать в практике. Вот, и я скажу сразу, не просто так у меня такая батарея масел на первом слайде, потому что первое, что нам понадобится, это внутреннее спокойствие родителей. И я всегда начинаю именно с этого, потому что если у родителей внутри не будет внутреннего спокойствия, уверенности в том, что результат будет в итоге положителен, то я вам могу сказать, что сдвинуться с места много, можно, но это тяжеловато, да. Поэтому здесь вот стоят все масла, которые успокаивают психику не только ребенка в телесном нанесении, в распылении, но и нервную систему родителя. Это сиренити, да, все знают, что там ладан, там лаванда, то есть оно успокаивает нас и делает нас стабильными, стабилизируя сон. Это смесь спокойствия, которая позволяет вовремя расставлять все по своим местам. Это смесь баланс, которая, в принципе, не позволяет нас никогда вывести из себя. И по поводу баланса могу сказать, у меня были клиенты, и был гиперактивный мальчик. Родители всегда, когда в гости приходил больше, чем один ребенок к ним, это превращалось в что-то, ну, вообще, это как будто бы взрыв случился. Ну, вот, говорят, это была не просто игра активная, это был переворот, это был вулкан у нас дома. И они всегда очень боялись гостей в количестве больше, чем один ребенок. И вот, когда они начали в комнате распылять смесь баланс, говорят, Аня, произошло чудо. Наши дети играли спокойно и даже в количестве трех или четырех человек. Ну, я, конечно, так тихо бы усидела, посмеивалась, думаю, знали бы вы, что происходит с моим питью, если баланс не включен. И для этого даже диагноз гиперактивности не нужен. Вот, а это цитрусовая нега, которая, казалось бы, цитрусовая, должна перевозбуждать. Но так как они закреплены на ваниле, то тоже позволяют детям чувствовать легкость. И благодаря этой легкости тоже чувствовать спокойствие. И, кстати, в коррекции детей до появления детского набора я цитрусовую негу использовала довольно-таки часто. И от нее тоже идет хороший положительный такой эффект. Что касается смеси фугив и консоли, я вам могу сказать, фугив нужна будет только в том случае, если данного ребенка уже прессовали и подвергали каким-то коррекциям, может быть, ну, чересчур, скажем так, которые давили на него, да, в той или иной степени. И понадобится, потому что такой ребенок имеет очень много энергии, он имеет очень большую чувствительность, эмоциональную чувствительность. Он чувствует, вот вы за 5 метров от него будете стоять, он чувствует вашу эмоцию. Вы знаете, как вот, ну, конечно, нехорошее сравнение, но как и животное, они чувствуют эмоции человека. Дети оголены, и поэтому они тоже чувствуют эмоции. А дети с диагнозом гиперактивности чувствуют эту эмоцию еще сильнее. Поэтому вот смесь фугив в распылении и при работе с этим ребенком тоже дает очень хорошие показатели. Но более того, сами родители становятся спокойнее, поэтому у него такое двоякое действие будет. И смесь консоли в данном случае больше необходимо будет родителям, нежели детям, но опять-таки при распылении в помещении, в котором находятся и те, и другие. Вот, что касается, есть такой момент, гиперактивность может быть врожденная, она может быть наследственная, и гиперактивность может быть приобретенная, да, ну, грубо говоря. Но когда я говорю приобретенная, это очень грубо говоря. Вот, но мне сейчас две секунды, мои активничают, потому что они сегодня у меня сами по себе, без меня они сегодня в самостоятельном режиме. Вот, но что касается врожденной гиперактивности, это что наследовано либо от мамы, либо от папы, да, либо бывает от бабушек с дедушкой, которые, возможно, мы не знаем, мы не видели, и поэтому, ну, как бы нельзя сказать точно, от кого именно он наследовал ребенок. Ну, тем не менее, такое имеет место быть. Вот, это происходит еще при внутриутробном развитии, да, это может быть родовая травма, ну, то есть тут разные, может быть, причины. Часто говорят, вот, наследственная, но я тоже могу здесь разделить, потому что я имела дело с детьми, когда маме, например, тяжело ходит в беременность, да, определенно есть кислородное голодание плода, и это тоже зачастую потом выливается в диагноз гиперактивности. Это если ребенок рождается недоношенным, то тоже в момент, да, родов тоже могло быть приобретено, вот, опять-таки, диагноз гиперактивности из-за недостатка кислорода. И при тяжелых родах, да, все выходили хорошо, родили в срок, но роды шли как-то не так гладко, да, не классически, либо были слишком стремительные, либо слишком затяжные роды, что тоже приводит к кислородному голоданию мозга. Вот, поэтому, ну, еще, конечно, есть такие факторы, но я думаю, что среди нашей аудитории их нет, но тем не менее мы работаем с разными людьми, да, это могут быть во время беременности различные стрессы, курение, нерациональное питание, да, особенно если это питание, понятно, с красителями, с разными добавками, что-то приводит к плохим результатам, и опять-таки, это научно, я те факторы, которые сейчас перечисляю, это научно доказанные, да, уже факторы, влияющие на конкретно этот диагноз. Вот, дело в том, что, ну, и опять-таки проблема, извините, употребления запрещенных вещей, таких как наркотики, тоже приводит к этому диагнозу. Ну, в этой жизни существует все, и люди обращаются разные. Вот, и еще по статистике важную роль играет полребенка, более 90% детей с данным диагнозом, говорят СДВГ, ну, по-простому, я для сейчас обычных людей объясняю, СДВГ чаще, в случае, мальчикам, у девочек оно тоже есть. Но в частной части девочек этот синдром протекает без фазы гиперактивности, ну, то есть она себя не показывает. Но интересно другое, у меня был случай, когда клиентка уехала учиться за границу, не могу говорить, какая страна, но суть в том, что за океан, да. И проявился этот диагноз уже во взрослом возрасте, во время учебы, в высшем учебном заведении в другой стране, ну, другой язык, сильный стресс проявил это. И вы знаете, как от детей с помощью ладана и цитрусовой неги получилось стабилизировать и вытащить, что очень-очень важно, потому что у человека под рукой больше не было ничего. Идти, ложиться там в стационар, ну, то есть тоже человек себе не мог позволить. Прием во внутрь ладана и распыление цитрусовой неги и нанесение этих смесей, этих масел в смеси, да, совместной, ну, как именно это делать, дало очень положительный результат даже у взрослого человека с данным диагнозом, который не подозревал, что у него этот диагноз. Диагнозы ставили самые различные, ну, вот, оказалось, все достаточно банально. Но, опять-таки, женский пол, да, и проявление этой болезни может быть в другой части жизни, не обязательно в детстве. Для кондерекции можно использовать смесь для роллера, да, это роллер где-то на 5 мл мы делаем обычно, 2-3 капли ладана и 2 капли смеси цитрусовой неги. Можно делать массаж стоп с этой смесью 1-2 раза в день. Я сейчас говорю про детей, потому что этот диагноз проявляется в среднем до 6 лет, мы уже можем его увидеть четко и ярко. Но это не значит, что кризис 3-х лет, 5-7 лет мы принимаем за гиперактивность. Нет, это когда постоянное девиантное поведение. Не иногда повторяющееся, а постоянное. Я думаю, разница немножко понятна. Или я вас совсем запутала? Вы мне чуть-чуть обратной связи давайте. А какие тогда исключения возраста детей, когда это не считается гиперактивностью? Это 3-7? Смотри, есть кризис 3-х лет. Дети в этом возрасте отстаивают свою «я» границу. Они будут очень сильно вредничать. Но в 4-4,5 переключаются, они становятся другими. А у гиперактивных детей это не переключается, это продолжается дальше. Потом, когда идет кризис с 5 до 7 лет, он наиболее яркий в 7 лет. Что происходит, они, что и важно, не просто отстаивают свои границы, я там в одевании или еще в чем-то, а тут уже идет другое, и они тоже начинают капризничать сильно много. Но опять-таки, в районе 8 лет, 8-8,5 лет этот кризис закончится. У гиперактивного ребенка он не заканчивается. Сейчас понятна разница? Понятно, да, понятно. Кризис 3-х лет. Да, 3-х это значит еще не кризис. Это просто гиперактивный. Да, теперь смотри, очень важно, если есть диагноз все-таки гиперактивности, провели исследование, действительно мозг этого ребенка меньше по размерам, да, на 3-4%, это подтвердили, да, таким путем, то коррекцию гиперактивности желательно делать до 6 лет. Желательно. Но опять-таки, ко мне случаи всегда приходят запущенные, это может быть и 10 лет, и больше, и мы делаем с послами чудеса в этом случае. Анечка, очень извиняюсь, а какой доктор проверяет вот этот мозг? Ну, это не доктор, это должно быть исследование. Это может быть томограмма, то есть это разные варианты, то есть это физиологическая, в обычной клинике, да, можем пройти это исследование. Вообще обычно психиатр ставит этот диагноз, обычно. Психиатр ставит. Вот, психолог потом корректирует вместе с психиатром, или же, если это легкая форма, то, в общем-то, работает психолог. Но у меня были случаи, когда приходили после психиатра и сказали, нам стало хуже, мы больше туда не пойдем. Диагноз мы имеем, но мы больше туда не пойдем. А вообще такие яркие, яркие признаки гиперактивности, это что? Я могу тебе сказать так, у меня очень яркие случаи, совсем недавно был мальчик, 10 лет. Явный диагноз гиперактивности, потому что, ну, и по тому, как роды происходили, и когда я увидела родителей, я поняла, от кого унаследован этот диагноз. Вот, но не потому, что родители замечательные, но есть маркеры, да, определенные. Вот, и этот ребенок не любил, даже когда к нему прикасались. Ну, то есть он без спроса. Знаешь, это вот, он сразу же, хотя очень умный, он считает в голове четырехзначные числа, умножает, делит там их. Он, он тебе может любую тему рассказать. С ним очень безумно интересно общаться во время коррекции. Он как взрослый человек разговаривает. Но, вот, знаешь, вот это видно, да, ребенок по-другому реагирует, не как стандартный ребенок. И точно так же он реагирует на нарушение своих границ по отношению, здесь одноклассник прошел рядом и случайно его задел, то это будет драка. Ясно. Раньше таких детей называли задирами. Но сейчас, я же говорю, проводится, провелось очень много исследований, и сейчас он ставит вот такой диагноз. Зачастую. Вот. Немножко по поводу, я понимаю, что, может быть, немножко запутан, но это важно, потому что в конце я дам конкретный рецепт, который подойдет к любому гиперактивному ребенку, чтобы вы не запутались. Но сейчас все равно расскажу о разновидностях. Есть понятие еще вторичной гиперактивности. Ее ребенок может получить после рождения в результате инфекционного поражения центральной нервной системы. Это очень серьезно. К вам тоже такие могут обращаться. Например, после перенесенного гриппа, да, а также в результате травм головного мозга. Часто тоже люди обращаются, и когда они не могут найти в традиционной медицине понимание поддержки, они придут все равно в ДОТР. Также ученым было доказано, что гиперактивность может вызывать аллергии и химические пищевые добавки. Такой случай у меня яркий в практике есть, когда мамочка год и месяц, что-то такое, было ребенку совсем мало, она съела шоколад, но шоколад был некачественный, он был с какой-то добавкой, какой-то краситель там был. Вот. В итоге сильная очень аллергия, и мы в итоге имели диагноз гиперактивности. Обратились они уже, когда мальчику было 6 лет. Вот. Поэтому аккуратно с продуктами во время маленького возраста ребенка, когда мама еще кормит грудью, и во время беременности. Очень аккуратно. Причем аллергия вызывает довольно скромные, да, то есть это могут быть самые разные продукты. Самые разные. Поэтому старайтесь следить за своим питанием. Вот. Что еще характеризует ребенка? Он имеет сильный повышенный мышечный тонус, страдает частыми, неоднократными, немотивированные рвоты, подергивание, тиканье. Рвота. Могу сказать так. В принципе, младенцы имеют свойство периодически срыгивать. Это не значит, что у ребенка диагноз гиперактивности. Всегда всех успокаиваю. Если ваш ребенок срыгнул, мы еще диагноз никакой не поставили. Но есть случаи... Мне сейчас кто-то немножко мешает. Я стараюсь выключать. Так вот. Дело в том, что если эти срыгивания ребенка происходят очень часто, вот тут следует задуматься. То есть это, возможно, один из признаков этого. Дело в том, что рвота говорит о том, что мозгу не хватает кислорода. Это еще... Ну, кроме того, что это связано с пищеварительной системой, естественно. Но одна из причин это недостаток кислорода для корыгового мозга, для питания сосудов и так далее. Что еще по этой части я хотела стогнаться? А, да. И еще признак. Может быть, этот диагноз может сопровождаться энурезом ночным или дневным. Дети, которые ко мне обращались, они действительно имели проблему или такую, или такую, или дневную, или ночную энурезу, особенно в возрасте до 6 лет. Это вот имело место быть. Может плохо спать, иметь тревожный сон. Это тоже один из признаков. Чрезмерная чувствительность, ну, это к раздражителям различным, об этом я уже сказала на частном примере. Вот. И еще, казалось бы, диагноз гиперактивности, но иногда такие дети могут на 1-2 месяца позже начинать, ну, ползать, ходить, переворачиваться. Ну, это вот больше видно где-то до полутора, до двух лет. Потом они сравниваются с другими, и уже мы по другим факторам узнаем по поводу гиперактивности. Пока более-менее понятно. Это самая сложная часть на самом деле была. Я надеюсь, я вас так немножко ввела в курс дела. Я пыталась это сделать коротко и легко. Вот. Хорошо. Продолжаем дальше. Как и в чем могут помочь масла при вторичной гиперактивности, да? Ну, в принципе, сейчас вот первый шаг это все-таки при вторичной. Первый, главное, нормализовать сон. Это самый важный шаг, потому что, если такие дети не спят, это приводит к разным побочным эффектам, да? Ну, в том числе и постоянной раздражительности, крепливости и так далее. Вот. Хорошо помогает массаж стоп. Да, банально. Но, тем не менее, с лавандой. Рекомендую детям все-таки делать роллер на 5 мл кокосового масла. Всего 1-2 капли лаванды будет достаточно. Но это если ребенок в возрасте где-то до 5-6 лет. До 3 даже можете эту дозировку брать. Если до 3 лет вы используете 1-2 капли, тогда с 3 до 6 лет можно увеличить на 3-5 капель будет дозировку. Но это если ребенок использовал в возрасте до 3 лет эту маленькую дозировку. Если не использовал, то начинаем все равно с минимальной. Для спокойного масла можно добавлять 1 каплю лаванды и 1 каплю мелисы в аромалампу. Почему хорошо именно эти масла? Потому что они способствуют регуляции. На самом деле что происходит? Снимается спазм. Внутримышечный, внутрисосудистый спазм снимается. Благодаря этому мозг насыщается кислородом. И во время сна ребенок растет. И гораздо больше шансов на то, что функционирование его головного мозга нормализуется. Оно будет функционировать более здоровым образом. Хорошо ароматизировать за полчаса, за 30 минут до ночного сна. У меня часто спрашивают, почему нельзя ароматизировать сразу. Объясню. Дело в том, что масло быстро проходит круг, кровеносные сосуды и прочее. За 2,5 минуты оно уже делает вообще всю работу. до 30 секунд до 2,5 минут. Но организму нужно все равно это все переработать, успокоиться. Это все равно, что если вы поели и сразу ляжете спать, немножко не то. Все-таки какое-то должно пройти время. Хотя очень хочется сразу пойти поспать. И бегать вроде сразу нельзя, но и спать как бы не совсем правильно, в жир пойдет, как говорят. Но для детьми это немножко другое. Масла должны максимально сработать, чтобы они максимально сработали, хотя бы 20-30 минут до сна должно быть во время распыления. С нанесением можно немножко стирать эту границу, но тоже хотя бы минут за 15, за 10-15 до сна иметь ее. Потому что распыление, нанесение и внутренний прием они все влияют благотворно, но по-разному, нужно учитывать это. Для приема во внутреннем, для нормализации сна и в принципе при диагности гиперактивности очень хорошие показатели на IQ-меге. Но с IQ-мегой всегда идет замечательный витамин от А до Я. Так вот, здорово принимать это в комплексе. Дозировки тут уже от возраста будут зависеть. Если у кого-то будут конкретные случаи, вы мне напишите, я каждому напишу дозировки, какие нужны. Я спрошу по поводу ребенка, что, как, тут нужно будет учитывать индивидуальные особенности. Но именно на IQ-меге мы имели результаты, которые они не имели до этого по несколько лет общаясь с традиционной медициной, применяя медикаменты, что делала стандартная медицина, она тормозила развитие нервной системы. Ребенок, казалось бы, был спокойный, но не развивался, как нормальный обычный ребенок. Дотерра позволяет таким детям развиваться нормально, раскрывать свои способности, но при этом стабилизирует его эмоционально-физическое состояние. Рекомендация номер два при ночных и дневных энурезах, да, это вот все-таки тоже такой момент, перед сном необходимо принимать ванну, в которую добавляем эфирные масла. Рассказываю, это секретные ингредиенты, записывайте. Сибирская пихта, две капли, почему так меня спрашивают мало, это же ванна, но я говорю, ну, во-первых, ребенку мы не всегда наливаем полную ванну, зачастую мы наливаем половину ванной, но я лично побоюсь своему ребенку целую ванну набрать, вот это будет половина ванны. Второй момент, не забывайте о том, что все эти масла мы капаем начальной как минимум на английскую соль, но если у вас есть такой шикарный момент, как соль с мертвого моря, то на соль с мертвого моря мы капаем, это же у кого как повезло. Вот, две капли сибирской пихты, затем одна капля пергамота, одна капля кипариса. Это дозировка для ребенка где-то до шести лет. Если мы имеем место с ребенком, который старше, то, естественно, мы можем себе позволить увеличить дозировку. Особенно, когда, если это говорят для маленького ребенка, то выше этой дозировки нельзя в ванных добавить. Этой же смесью масел ароматизировать воздух хорошо. Тоже перед сном в детской комнате стандартно за 30 минут пишу везде до сна. Можете нарушить до 20 минут. Я разрешаю. И благодаря вот этой ванночке, если ребенок любит принимать ванну, есть такой момент, что не всегда ребенок любит принимать ванную. Тогда мы делаем это в виде смеси. Вот вся та же самая дозировка, две капли сибирской пихты, бергамот, одна, кипарис одна, мы на 5 мл кокосового масла разводим и будем иметь тогда масло, которым можно первое смазать седьмой шейной, смазать зону под пяточкой. В принципе, у детей вся стопа мягенькая, можно промассировать всю стопу. Для этого необязательно наносить очень много масла, но эту процедуру нужно делать ежедневно. Можно, дети очень любят, особенно вот с таким диагнозом, они безумно любят вдыхать что-нибудь. Им это нравится, можно этим тоже пользоваться. Это их успокаивает и стабилизирует. Вот. Но есть еще один аспект, связанный с этим вопросом. Это детский сад и школа. Такие детки, когда идут в детский сад и школа, начинается много вопросов. Очень много и в основном в такой фазе они чаще попадают на консультации. Первое. Очень важно выявить болезнь и начать ее лечить до поступления в детский сад. Это рекомендация, но ничего более. Вот. И, естественно, желательно до того, как пойдет в школу. Но, опять-таки, это рекомендация, случаи будут разные. Конфликты внутри коллектива приводят к тому, что в результате такие дети, как правило, ожесточаются и тогда их поведение становится демонстративным, а иногда и асоциальным. Вы не переживайте, я сейчас расскажу, как это решать все. Какой эфир, когда намазывать. Вот. Сейчас пока просто слушайте. Кроме того, нагрузка в виде занятий в детском саду или в руки в школе дает, как правило, ухудшение состояния, поскольку 5-7 лет возраст является критическим для созревания мозговой структуры. И вот не просто так у здоровых детей это кризис, да, они более нервные, они более требовательные, они другие, то у этих детей это будет происходить намного больше, если не делать профилактику, а профилактики будут тоже быварить еще. Избыточные нагрузки у детей с данным диагнозом могут вызывать переутомление, сопровождая тиками, даже тики могут быть, головные боли жуткие появляются, у них они жалуются очень часто. Естественно, страхи, снижение самооценки, это тоже может быть признак улучшения состояния такого ребенка. Снижается внимание, ну, с вниманием приходит вообще каждый второй уже, даже кто не с СДВД, это у меня, наверное, сейчас наиболее актуальная тема и востребованная, и несмотря на достаточно высокий интеллект, эти дети плохо успевают в школе, адаптируются к коллективу. Запомните, интеллект у этих детей очень высокий. Но этого варианта событий мы можем избежать. И как же мы это будем делать? А вот теперь поехали. Теперь самая интересная часть. Вот. мы помогаем этому ребенку в адаптации к новому коллективу, внешней среде. И первое, нужно будет помочь в способностях таких, как запоминать и сосредотачиваться. В памяти способность сосредотачиваться улучшают эфирные масла. Пишем. Это просто красная линия. Розмарин. Этим детям просто очень показан. Можно несколько капель на носовой платок наносить даже, да, не обязательно на носовой платок. И вот, опять-таки, дети любят вытирать руки, они любят вытирать носики и хорошо носовые платки пропитывать розмарином. И хороший эффект за последние полгода дала смесь устойчивый. И состав подходящий, и результат интересный. Они с удовольствием играют с этим бутыльком. И что интересно, что с этим диагнозом они выбирают сами. потому что у них возникает некоторый такой дисбаланс и им просто необходима вот эта вот внутренняя устойчивость. Они начинают, знаешь, у них появляется внутренняя неуверенность, когда они попадают в среду, где их не принимают, и они не понимают, по каким правилам играть, потому что они другие, да. Правила заставляют вот это делать, а они яркие, хочется взрыва эмоций. Вот, поэтому хорошо давать с собой в школу, если боитесь давать с собой в школу, там, или не разрешают, то наносим на седьмой шейный позвонок этому ребенку и даем подышать. Для устранения страха у ребенка подойдет эфирное масло роза, нероли, бергамот. С таким диагнозом хорошо уходят вот эти эмоциональные переживания, внутренние страхи, и они у них иногда могут быть даже такие, ну, навязчивые достаточно. Можно чередовать, принимать ванну с этими маслами, можно наносить, или можно растирать стопы, предварительно разведясь кокосовым маслом, если мы имеем в виду сейчас бергамот или розмарин. Роза, нероли у нас уже в разведенном виде в ролере, и можно применять с помощью ролера. Рекомендация следующая, это правильные физические нагрузки. Про физические нагрузки мы не забываем, и еще есть такой момент, если это физическая нагрузка будет связана с выступлениями на большие аудитории, ну, вот у меня был момент, когда пришли с ребенком гиперактивности, он занимался в гимназии культура, ну, я забыла как полностью название этой гимназии было, но это связано было с выступлениями, они даже в большом театре выступали. То, что происходило с ребенком, ну, это ничего не сказать, да, и они спасались тем, что я им сделала роллер из ладана и цитрусовой онегием на кокосовом масле, про который я уже сегодня говорила, и они этого ребенка перед выступлением во время и после обмазывали всего этим роллером, и говорит, мы только намажем, и где-то час тишины и спокойствия, а через час мы повторяем. Я на это долго смотрела, говорю, я, конечно, волшебница, но не настолько, говорю, давайте мы будем менять гимназию, менять нагрузки, это какие-то должны быть другие. И знаете, когда этот ребенок пошел на плавание, да, мы поменяли ему учебное заведение, это была тоже гимназия, но просто не связанная с выступлениями, да, у него замечательные математические способности, и ребенок отлично пошел в такую гимназию, вот, ребенок стал другой, стабилизировали график, сон, естественно, применяли масла, которые рекомендовала для хорошего сна, плюс, вот этот роллер, который они считали вообще волшебно, без него они никуда не выходили, после того, как он себя показал хорошо во время выступлений, и ребенок стал другим, было ощущение, что у него просто этого диагноза в принципе и нет, и не было, поэтому правильный подход к этим детям необходим, то есть это может быть плавание, это может быть бег, да, это могут быть танцы, но только не те, которые связаны с выступлениями, ну, то есть вот такие, вы знаете, для разрядки, да, какие-то такие вещи. коньки рекомендуют, ну, коньки я бы поспорила со своими коллегами, вот все-таки как-то плавание мне больше нравится и бег, они лучше себя чувствуют и по-другому. Чем мы еще можем помочь родителям и детям при таком диагнозе? Вы еще не устали, потому что мне кажется, что я вам слишком много всего даю, может быть, многовато. Нормально? Ларис, не перегрузила всех? Включи микрофон. Нет, не слышу. Нет, не надо, нет, очень хорошо, Анечка. Интересно очень, да. Нормально, да? Если будет неинтересно, вы этот самый говорите, ладно? Что нужно знать? Дети с СДВГ не воспринимают запретов и слова нет. Как только вы ребенку этому говорите нет, нельзя, не разрешаю, для них это пустой звук и они тут же сделают в основном наоборот. И это не потому, что они плохие, такова особенность их мозга и их нервная система. Поэтому очень важно заменять жесткие запринты альтернативными разрешениями, да? На обоих рисовать нельзя, а вот на бумаге стоите с бумагой можно, а желательно еще перед этим балансиком включить и он вообще отлично воспримет это предложение. Вот с балансом, с бумагой замет, да? Дальше, гиперактивные детки не восприимчивы к критике и наказаниям, особенно в маленьком возрасте, потом как бы это все смечается, но в маленьком это ярко видно, но зато очень хорошо реагирует на похвалу. Я не говорю, что нужно этих детей хвалить без дела, их нужно хвалить за дело, но даже самое маленькое. Когда вы начинаете вначале хвалить, а потом давать обратную связь, почему нельзя, да? Они нормально это воспринимают и опять-таки я вижу, как воспринимают это дети, которые используют эфиры и как воспринимают, которые не используют. Вот в доме, где распыляется эфир, такой ребенок начинает очень легко воспринимать подобную обратную связь с похвалой. Никогда не наказывайте ребенка физически, ну, тут я думаю, все сидят здраво, люди понимают, но я все равно это должна сказать. Помните, что после наказания следует дать, если вдруг вы даже наказали, ну, в каком плане, там, сказали нельзя, посадили, чтобы он посидел остыд, да? Вот. Очень важно, чтобы почувствовал, то, что его любят. И здесь, опять-таки, зависит от типа, да, гиперактивности, но если он любит физические объятия, то здорово просто даже обнять, он понимает, что его любят. Если он не любит, когда к нему прикасаются, то хорошо просто похвалить или сказать просто так, я тебя люблю. Это тоже важный момент. С маслами, особенно если в этот момент распылялась фугив, то тоже все хорошо. Примите во внимание третий пункт. Если вдруг было наказанием и нужно дать этому ребенку все равно почувствовать, что его любят, это значит похвалить или погладить физически и перед этим распылить фугив. Вообще идеально все происходит. Вот. Но родители должны настроиться на длительный процесс. А, почему, кстати, я поставила смесь сильнее? Дело в том, что, опять-таки, из-за того, что их очень часто наказывают, критикуют, говорят, нет, стоять, не кричать, там, лежать, бояться, да? Вот. Они чувствуют внутреннюю неуверенность. Несмотря на всю свою, извините, шило в одном месте, они чувствуют внутреннюю неуверенность. Порой даже такие детки начинают заикаться. При этом они говорят очень быстро. То есть признак будет того, что вот не боится там высказать что-то, а наоборот говорит быстро, но при этом заикаясь частично. И, знаете, для меня это было открытие, когда они начали выбирать смесь сильнее. Я вначале очень удивилась, а потом я проанализировала состав и поняла, что он идеальный, потому что, да, именно этой внутренней стойкости всем и не хватало. Поэтому для использования деткам в таком случае, вот при такой ситуации, да, когда уже видно, что есть внутренняя неуверенность, он уже не считает себя умным, потому что его все затолкли, да, что он там не умеет слушать. А эти дети, они ловят все в движении. И вот с этой смесью они начинают транслировать какие-то вот именно вот интеллектуальные прорывы, что вот интересно. Вот. Но есть еще тут большой такой перечень, там, ладанца, трусовая онега, там, спокойствие. Я вам могу сказать, что все эти три смеси подойдут как и для ребенка с гиперактивностью. Кстати, многие доктора, которые следовали масло, ой, Господи, у меня такое количество информации, что больше она не влезет. Ну, ладно, я все равно попробую втолкнуть. Многие доктора, которые следовали диагноз гиперактивности и работали именно с эфирами, утверждают, и я проверяла, что ветивер хорошо очень работает именно с этими детьми. Он оказывает на них успокаивающее действие, заземляющее, одновременно придающее им вот этот стержень, да, эмоциональный. И в смеси спокойствия этого ветивера очень много. Если вдруг этот диагноз вдруг оказался все-таки наследственным, то вот распыление такой смеси в доме делает гармонию между родителем и ребенком. Так, я вижу, что есть вопрос, да, Татьяна? Ну, звук у тебя не включен. Почему не включен? Все, включен уже. Я включила, говори. А знаешь, я хотела спросить про витамины, пока не забыла. Вообще, с какого возраста можно давать для профилактики? Внуков, внуков? Вообще, всегда пишут с трех лет. Но я тебе открою секрет. Своим детям я даю с полутора лет. Ну, ясно. Только дозировка. Я где-то даю одну треть от чайной ложки и даю одну третью или одну четвертую в зависимости от веса ребенка от А до Я. Это в полуторагодовалый, говорю. А в три года, в принципе, мы можем абсолютно давать где-то 2-2,5 миллилитра IQ-меги. Опять-таки, не забываем, что IQ-мегу мы всегда даем с едой. Или сразу после, или с едой. Многие родители думают, ну, это же витамин, да, там, все равно, когда да. Но перед едой все-таки это не так работает. Лучше во время еды или после еды. Вот. А уже, что касается от А до Я, там действительно не так важно, в какой момент ребенок примет эту витаминку. ответила на вопрос, Татьяна? Да, да, спасибо, Анна. Будь ласка. Так, о, я начала на украинском, говорит, все, сейчас перейду нормально. Вечер все-таки сказывается. Четвертый момент, который важен, опять-таки, родителям в помощь, очень важно, требования воспитания гиперактивного малыша единства со стороны всех членов семьи. Дело в том, что мы имеем, родители начинают спорить. Когда родители начинают между собой спорить, если еще у ребенка имеется подобный диагноз, это все, это полный дисбаланс, и потом они не понимают, почему ребенок ведет так себя девиантно. Он будет вести, он защищается. Вот, поэтому смесь forgive, смесь баланса, весь спокойствие в доме в этом должны быть. Или можно капать ладан с любым цитрусовым в диффузор, это у нас периодически работает в доме. Тогда родители начинают вести себя гармонично, они спорят друг с другом в первую очередь, что хорошо оказывает влияние на ребенка. Следим за своей речью, но это не только с такими детьми, но как бы это банально не звучало, с такими детьми в особенности следим за своей речью, говорите всегда медленно, спокойным голосом, не позволяйте себе сердиться, ваше спокойствие лучше примет для ребенка. Это все банальные вещи, расскажу пример. есть конкретный пример, ко мне пришла мамочка, говорит у моего ребенка, такой диагноз, не знала, что делать, я говорю, хорошо, давайте вот вы сейчас вместе зайдете ко мне в кабинет, и вы расскажете ему, что бы вы хотели от него, а он расскажет, что бы он хотел от вас. И когда я посмотрела те эмоции, которые выдавала мама, я понимала, что у нее уже наболело, ей было тяжело, я ее не осуждаю, но я поняла, что там продвижения не будет. Когда я потом пригласила их еще раз на следующем сеансе, я говорю, а теперь скажите вот все, что вы мне сказали сейчас, а теперь я вот напишу на бумаге, как это в спокойном тоне, в спокойных фразировках сказать, в спокойном тоне, и учу я просто тональности голоса. Но все говорят, что я говорю тихо, но на самом деле такой тональностью у меня еще и хороший терапевтический эффект у клиентов, это уже профессионально. но она говорит все то же самое, но уже с другой интонацией, но понятное дело, у меня, конечно, диффузор в кабинете работает, но на те же самые фразы у ребенка была совсем другая реакция, он говорит, а что ты мне раньше не сказала, я не против. Поэтому, кажется, это банальные вещи, но совмещение правильный тон голоса, спокойная, размеренная речь, четкая, утвердительная, да, мы не заигрываем, мы спокойно, четко говорим. и плюс, эфирное масло происходит волшебство. Детский режим дня выстраиваем таким образом, чтобы у малыша, у данного ребенка не оставалось свободного времени, но это не значит, что мы на нем ездим, как на лошади, которую мы практически загнали. это просто распорядок дня, да, в котором определенное время, утренний там подъем, часы еды и так далее. Сразу говорю, здесь очень хорошо помогает смесь мотивации, не просто так она тут стоит, потому что, знаете, кому тяжелее всего расставить распорядок дня? Как вы думаете? Я самому родителю. Абсолютно верно. И у родителей такая разочарованность по этому поводу возникает, и они так упираются. И чтобы найти чего-то такое, золотую серединку, когда я знаю, что вот сейчас в этой консультации с гиперактивным ребенком и с родителем я буду рассказывать о порядке дня. Я включаю диффузор и капаю туда мотивацию. И все у нас происходит очень хорошо. И даже есть первые результаты на следующий прием. Проверено. Работает. Открыть секрет, почему мотивация? Потому что мотивация, да, перечная мята. Хорошо. Да. Но там есть еще у нас и базилик. И в соединении срабатывает здравый рассудок. Перечная мята и базилик. Хорошие переговоры и открытые такие отношения, которые позволяют добиться правильного результата. Вот. Ну, конечно, позволяет родителям справиться с разочарованием. Они, наоборот, очень долго бьются с этой проблемой и не могут найти решение. То есть это еще и с этой эмоцией тоже позволяет справиться. Вот. Далее. В комнате ребенка не должно быть находиться много вещей. Зачастую родители нарушают этот момент, потому что хотят своего дитя занять. Он и так активный, ему нужно много игрушек, много развлечений. Это не так. Чем больше вещей в комнате, тем более переозбудим ребенок, поэтому без фанатизма. Для оформления зачастую в детскую используют более яркие цвета. Да, это здорово, но они должны быть спокойные, да. Если это зеленый, то я специально здесь пример комнаты. Какая приблизительная тональность должна быть у гиператильного ребенка? Вот. Она тут вся соответствует. Бедный такой голубоватый цвет, зеленый, желтый, может быть, видите, но не яркий, да, так спокойный, только элементы. Вот. Спортивный уголок желательно, но я понимаю, что, может быть, не у всех есть такая возможность, но желательно. И еще продумайте, чтобы обязательно на подоконнике стоял диффузор, да. Это тоже важный элемент комнаты. Без него никак. Опять-таки, здорово воспитывать интерес, но интерес вы просто так вот такого ребенка не возбудите, потому что он быстро отвлекается. Здесь стоит смесь спокойствия, но я ее здесь поставила просто, чтобы как бы место, да, там немного занимает, и в ней уже есть ветивер. В данном случае, если вы хотите его приучить к какому-то монотонному такому занятию, да, которое потребует у него выдержки, внимания, там и так далее, возьмите смесь спокойствия или же одиночное масло ветивер и соедините его с каким-то из цитрусовым. Это будет его замедлять и одновременно вызывать интерес к тому делу, которое вы предлагаете. Это может быть там аппликация, да, если это маленький ребенок. Вот он будет сидеть и делать, вот когда в диффузоре будет распыляться это масло, он делает это намного спокойнее. Можно ли наносить телесно? Да, можно, но тогда мы это масло заразводим с базовым кокосовым маслом. Вот, далее. Очень важно, чтобы были конкретные цели и требования. То есть, если вы сказали, было бы хорошо, то, пожалуй, этот ребенок не сделает. Если вы потребуете, сделай это срочно, он тоже это не сделает. А если вы скажете, знаешь, сейчас мне нужно, чтобы ты помог мне там почистить какой-нибудь овощ, потому что благодаря этому мы сварим суп. И он будет чистить этот овощ и не мешать вам готовить все остальное. То есть, это говорится о конкретной задаче, у этой конкретной задачи есть решение, а он еще к ней причастен. Очень любит быть причастным к чему-либо. Вот, далее, определите для малыша круг ежедневных обязанностей. Все говорят, ну он же такой активный, если я ему сейчас что-то дам делать, это полдума будет разрушена. Ну, в какой-то степени они, конечно, правы. Ну, а мы же имеем под рукой спокойствие, ветивер, много других масел, поэтому мы можем включить в этот момент, можно баланс включить, можно сирените включить, можно даже цитрусовую негу, но в цитрусовую негу тогда добавьте ветивера немножко. и приучайте к тому, что на нем есть обязанности там вытереть пыль, собрать игрушки, полить там цветы, ну, опять-таки, в зависимости от того, какие вы обязанности готовы поручить этому ребенку в зависимости от его возраста. Во-первых, ребенок занят, во-вторых, он привлекает к тому, что это постоянно, и в-третьих, это как раз-таки тренирует его усидчивость и последовательность, хотя вроде бы он просто помогает по дому. Не забывайте при этом распределять эфирное масло. Оберегайте кроху от переутомлений. Они приводят к снижению самоконтроля, да, несмотря на то, что, например, вы навык выработали, вот благодаря тем же домашним делам выработали навык какой-то последовательности, да, и того, что есть обязательства. Но если он переутомился, там было какое-то недосыпание, он вполне может вернуться к такому поведению достаточно активно, агрессивному, да. Вот, в этот момент сразу говорю, это сигнал, нужно замедлиться. Можете положить ребенка и сделать ему массаж ароматач, если ему уже 6 лет. Если ему не 6 лет, то вы можете все движения из массажа ароматач использовать, но сделать это на одном масле. Предположим, или на масле лаванды, или на масле баланс, или же на том же ладане можно сделать. Просто разведите с кокосовым и сделайте всю последовательность нанесения из массажа ароматач. Вот. Дальше. Не позволяйте малышу подолку сидеть у телевизора или у компьютера. Это связано не только с гиперактивностью, но и с гиперактивным. В особенности три знака восклицательных нельзя это делать. Они зачастую приходят ко мне с таким диагнозом, как мерцание глазок. Слышали о таком? Никому не обращались с таким? Нет? Но как все-таки избавить ребенка от этого? Ну, первое, убираем, да, компьютер-селевизор в большом объеме, а желательно вообще убираем. А второе, наша IQ-мега плюс цитрусовая с ладаном. Три недели и ничего нет без особых каких-то усилий. Так, и избегайте больших скоплений людей, да, ну, то есть магазины, рынки, это можно иногда, конечно, все в жизни бывает, но не на постоянной основе. Дальше. Еще немножко потерпите меня, еще есть особенности. Воспитываем у этого ребенка навык самоконтрольный, да, торможение гнева и агрессии. Например, научите его считать до 10 перед тем, как что-то сделать, да, или сказать. Кстати, это такой навык, который полезен не только таким детям, взрослым тоже иногда очень полезен. Обнимите его, прижмите к себе, положите руку на плечо, это помогает вернуть ребенка в состояние здесь и сейчас. Дайте ему смесь из детского набора спокойней, вот так подрите ему ручки, подышите вместе, и прежде чем он принял какое-то решение, у него будет момент здесь и сейчас. Вот это здорово. Я вам могу сказать, что дети, например, в маленьком возрасте не все воспримут перечную мяту, да, там, но вот в смесях, ой, в смесях это будет воспринято приятно, потому что все детские смеси пахнут безумно приятно. Я их сама иногда использую просто как духи. И ребенок с удовольствием идет на эту игру, даже вот так поставляю, набор детский, да, или вот масла, которые я перечисляла. Я говорю, выбирай, что ты хочешь, ну вот, что бы ты сейчас хотел. И дети, они переключаются, мне иногда говорят, как вы это делаете? Я говорю, так это не я делаю, это масла делают, они просто выбирают, нюхают, уже переключились, у них уже все хорошо. И еще раз акцент, я про это уже сегодня говорила, важно, чтобы они высыпались, потому что недостаточный сон опять-таки провоцирует тоже такие моменты, нарушения. Вот, ну и, конечно же, все наладится, потому что я вам дала сегодня столько инструментов для налаживания разных, самых разных, но и наработанных и выстраданных за столько уже лет, вот, что они не могут не сработать, главное, последовательно к ним идти и использовать те вспомогательные элементы, да, в виде вот эфира, в виде витамин, которые помогут ребенку пройти это по-другому и восстановиться. Подведу итог, как именно, да, это смеси детского набора, это массаж, ароматач или масла из этого набора, да, если это ребенок еще маленького возраста, вот, это IQ мегу, это стандартное, всем просто необходимо раз в три месяца пропивать курсом и от А до Я витамины будет необходимо. Остальное все есть в моей презентации, запись данного занятия я обязательно дам, и вы сможете периодически это пересматривать. Если у кого-то есть сейчас дополнительные вопросы, я готова на них ответить, если на данный момент их нет, то я буду готова ответить всегда, когда напишете. Тогда я останавливаю запись. от А до Я витамины, я буду готовить. Спасибо. 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 Продолжение следует...